привет друзья сегодня с вами будем готовить вкуснейшую хрустящую шаурму без мяса начинка у нас будет простая но очень вкусная каждый может приготовить такую вкусноту у себя дома оставайтесь со мной вместе с вами будем готовить начинаем готовить начинку наливаем чуть-чуть растительное масло и кусочек сливочная и отправляем на сковороду будем обжаривать до золотистого цвета здесь у меня одна средняя луковица пока лук обжаривается готовим яичный смес нам нужно 7 штук яички добавляем черный перец соль все добавляйте по вкусу несколько веточек здесь у меня укропа можно и петрушку то что есть под рукой и нам нужно 1 столовая ложка сметаны все это хорошо перемешиваем лук стал золотистым отправляем сюда яичную смесь вот так я перемешиваю нам не нужно целая яичница кусочки делаем вот так когда постоянно перемешиваем вот так нам нужно мелкие кусочки вот постоянно перемешивала смотрите яичница не целая вот так должно без тебя закрываем крышку готовить буквально две минутки перемешиваю и выключаю плиту у меня пищная яичница готова когда добавляем сметану яичница получается пищная вкусная у кого-то если не будет под рукой сметану можно заменить майонезом все выключаю плиту друзья вот яичницу я перекладывала в тарелку вот уже готова готовили вместе с вами я все вам показала нам нужно еще морковь по-корейски укроп кетчуп майонез и горчица здесь у меня еще два лаваша на лаваш смазываем кетчуп майонез и горчица чуть-чуть горчица у меня не острая так соус получается все вместе очень вкусно так везде смазываем хорошо хорошо смазали теперь лаваш складываем вот так чуть-чуть друзья здесь делаем двух слоев потому что будем выкладывать начинку чтобы хорошо держала вот так еще чуточку здесь будем смазать соусом здесь там где два слоя выкладываем начинку яичница такая вкуснятина друзья получилось так хорошо щедро выкладываем добавляем сверху морковь по-корейски домашняя друзья у меня есть на канале я ссылочку ставлю под видео щедро добавляем морковь а сверху уже добавляем зелень у меня укроп нужно любой зелен теперь эту вкусноту заворачиваем аккуратно так один разочек надо крутить а потом краешки собираем и заворачиваем так рулетик делаем как шаурму дотяну это и так красиво как просто и легко вот так второе я сейчас быстренько буду подготовить а потом продолжим вместе с вами покажу что буду делать дальше теперь нашу вкусноту надо обжаривать я добавляю чуть-чуть растительное масло так много я не добавляю так сверху появляется хрустящая корочка румяная друзья поэтому я чуть-чуть смазываю можно и без масла на сухом сковороде обжаривать можно в духовке да но мы просто любим когда сверху красивая корочка вот видите много я не добавляла чуть-чуть смазала так же шаурно получается вкуснее обжариваем с двух сторон где-то буквально вот одну-две минутки прошло одну минутку проверяем если зарумянилось надо переворачивать отлично и жирная друзья зато появилась хрустящая корочка здесь посмотрите все зарумянилось пора доставать посмотрите друзья поэтому я люблю добавлять чуть-чуть масла видите как хорошо за румянилось сами вкусный момент друзья уже не терпится пробовать хрустящая корочка сверху сначала покажу как видеть внутри посмотрите друзья какая красота это самая вкусная и простая начинка ну что будем пробовать дотя да мне уже не терпится я хочу пробовать еще разочек смотрите друзья внутри я просто обожаю этот завтрак это просто вкуснятина мы любим такие быстрые вкусные завтраки друзья легкие вкусные и очень быстро быстро можно приготовить поесть и на работу или на учебу не жирная вкусная и очень простая будете друзья очень и очень вкусно готовте попробуйте а потом пишите ваши отзывы у меня на канале очень много вкусных рецептов и меня из лаваша, и закуски вкусные, и завтраки быстрые. Кому интересно, заходите и посмотрите. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Со мной всегда будет вкусно. Всем пока-пока. До свидания, друзья. Пока-пока.